Мусульмане 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 Может продолжим? Аббас Ибан Фернас является первым человеком, который проложил путь в авиацию, натянув ткань на деревянный каркас, соорудив тем самым первый планер. Висмаил Аль-Джизари изобрел коленчатый вал. Кроме того, он сконструировал клапанные насосы, водоподъемные машины, водяные часы, фонтаны. Хватит? Нет? Давайте продолжим. Ветряная мельница, водяные паровые турбины. Это тоже заслуга мусульман. Аль-Харизме написал математический трактат, благодаря которому появилась алгебра. А когда в Европе только появилась медицина? Исламский мир опережал Запад в этом примерно на тысячу лет. И ни для кого не секрет, что основателем медицины фактически является Абу Алийбан Сина, он же Авицене. Отец хирургии Абдуль-Касим Аз-Захравий придумал около 200 инструментов, которые применяют в хирургии до сих пор. Скальпель, пинцет, хирургическую иглу, кетгут, гипсовые повязки. Пилу для костей и даже шприц. Арабы первыми начали практиковать анестезию. А если вы прочтете труды одного из величайших исламских ученых Ибан Таймии, то поймете, что мусульманские ученые занимались не только богослужением, поверьте мне. Разговоры о том, какие мусульмане дикие, невоспитанные и необразованные, можно продолжать бесконечно. Но было бы немного справедливее, если бы о мусульманах и исламе вы спрашивали бы у мусульман, а не у кого-то другого. Ведь вы никогда не пойдете к ученому в области ядерной физики, если у вас заболит позвоночник. Вы пойдете к врачу, и это правильнее. Я призываю вас к исламу, ибо ислам это идеальная система для жизни человека. Мир вам! Автор этих строк неизвестен. Субтитры создавал DimaTorzok